Вся Кубань в разноцветных квадратах. Это вид региона из космоса. Правда, в обработке Минсельхоза Края. Такая цветовая градация позволяет увидеть не только сколько полей засеяно, но и даже в каком состоянии всходы. С темно-зеленого ожидают собрать почти рекордный урожай. Если же оно выкрашено в оранжево-красные тона, пора бить тревогу. Здесь, в центре дистанционного спутникового мониторинга, под контролем каждое поле фермерское хозяйство Края. Наглядно оценив ситуацию, Александр Ткачев требует ускорить темпы весеннего сева. Яровыми сегодня занята только треть полей. Если с пшеницей и ячменем успели уложиться ровно в срок, то кукурузой и подсолнечником засеяны меньше половины от запланированных площадей. С 20 апреля уже нужно будет приступить к севу риса и сои. К этому времени основной сев кукурузы и подсолнечника надо закончить. И сроки горят. Поэтому считаю, что нужен контроль. Естественно, создать оперативные группы, которые ситуацию промониторят. Все мы прекрасно понимаем, какие риски ждут нас, если мы вовремя не проделаем эту работу. Потому что рискует не только край, но и импортозамещение, и социальных проблем. Руководство страны и в целом весь российский народ, конечно, ждет от Кубани большой хлеб. И мы должны продать доверие. Чтобы уложиться в намеченные сроки, кукурузой и подсолнечником в крае будут засеивать больше сотни гектаров в сутки. Полностью закончить эту работу планируют уже к концу следующей недели. После сразу же приступят к севу риса. Это время самое оптимальное, считает министр сельского хозяйства, для того, чтобы осенью собрать максимальный урожай. Сегодня мы ведем активно работу, подготовку, прежде всего, почвы по севу риса. Ровно в срок приступим к севу. Чтобы получить из 130 тысяч тонн, миллион тонн риса, надо получить урожайность 77 центров. В прошлом году мы получили 74,6. То есть у нас остался небольшой рывок, но в этом году, делая честь, мы должны рис получить миллион тонн. Но если к тому времени рису уже будут не страшные капризы погоды, то за теплолюбивую свеклу синоптики переживают. Прорастают ее семена только при температуре больше 8 градусов. Прогнозы на апрель тревожны. С завтрашнего дня в юго-восточных районах Кубани ожидаются дожди, а до конца месяца не исключены даже заморозки. Заморозки, возможно, у нас на протяжении всего апреля месяца, в том числе даже в третьей декаде. А это создает угрозу тем свежим сходам, которые у нас на полях взошли. Особенно это касается свеклы. Поэтому будем отслеживать, конечно, ситуацию. Сейчас у нас даже на эти сутки через территорию края будут проходить холодные фронтальные разделы, которые связаны с высотным циклоном, расположенным над европейской частью России, принеся нам очередную порцию холода и осадки. Свои прогнозы на урожай делают и специалисты Центра спутникового мониторинга. Правда, их предсказания не на основе погоды, а на наблюдениях и анализе уборки зерна за последние 20 лет. Для этого в Центре даже завели своего рода архив с показателями каждого поля в регионе. Новшество нашего Центра сегодня мы, благодаря проведенной большой работе, совместной со статистикой, мы с 1991 года сюда завели информацию по урожайности каждой культуры. Допустим, по урожайности озимой пшеницы мы сегодня можем уже говорить, опираясь на статистику, что самое лучшее поле в Тимошевском районе давало 62,3 сгектара за всю эту историю. Самое худшее поле – 30,3 сгектара. И, смотря на этот график, мы уже можем сделать экспертную оценку и спрогнозировать, что данное поле сегодня будет выходить примерно с урожайностью даже выше, чем 50 сгектара. И вот такой разбор полетов по каждому полю позволяет сегодня на местах более детально и точно работать. Такой банк данных – настоящая ценность для аграриев, считает Александр Ткачев. Этот принцип уже давно используется в Европе. Современный подход поможет снизить издержки производства, уверен губернатор. Внедрение новых технологий изменит сельскохозяйственную политику в крае, а значит, конкурентоспособность кубанских аграриев в разы вырастет не только на российском рынке. Если мы будем находиться в таком аспекте примерно 5-7 лет, с учетом импортозавещения, когда наша продукция расстребована, мы изменим и край, изменим и аграрную политику, изменим, конечно, и количество, и процент российского продукта на полках в любых магазинах. И, конечно, можно говорить уже смело будет о экспорте наших товаров, прежде всего продовольствия. Это уже, так сказать, другая совершенно эпоха. Поэтому мы должны с вами, как руководители, думать о будущем. И сами готовиться к этому, и готовить наших руководителей ориентировать на это. И просчитывать коридоры, просчитывать логистику. Вывести аграрный сектор на новый этап возможно только объединив все усилия. И руководители отрасли, и фермеров, и ученых, говорит Качев. Уже сегодня дан хороший старт для того, чтобы Кубань стала главным поставщиком товаров сельхозпроизводства. Мария Крошина, Денис Перец и Влад Захаров. Кубань-24, Краснодар.